итак друзья расскажу почему я давным-давно уже не выбрасываю такие вот крепления для пакетов из-под хлебобулочных изделий вот они у меня здесь еще с семнадцатого года есть и свежие вот двадцать второй год а суть то вот в чем уже давно многие рыбаки при оснащении силиконовых приманок овсетными крючками не пользуются вот таким вот классическим способом когда овсетник просто пробивает головную часть приманки и за счет своей ступенечки соответственно удерживается на ней такое крепление довольно быстро убивает вот этот вот эту головную часть силикона особенно если это съедобный силикон а если происходят поклевки хищника то тут силикон рвется вообще очень быстро поэтому многие прибегают к совершенно другому креплению при помощи вот таких вот небольших штопоров которые ввинчиваются в тело приманки и потом уже через их ушка продевается непосредственно сам овсетный крючок таких штопоров и приспособлений с ними сейчас продажи очень много выбор большой есть и грузила уже с готовыми штопорами но все делают по-разному кто-то покупает но стоимость их зачастую не маленькая и учитывая что это расходный материал который постоянно теряется на зацепах на поклевках крупной рыбы хотелось бы конечно минимизировать расходы поэтому я для себя нашел вот такой выход из положения не нужно искать не какую-то дополнительную проволоку не какие-то пружины которые режут на кусочки а все просто элементарно вот в этих зажимах для пакетов хлебобулочных изделий есть две великолепные проволочки которые обладают необходимой жесткостью в свернутом виде и в то же время легко поддаются обработки извлечь эти проволочки очень просто обыкновенным любым ножом вот так вот мы срезаем проволочку вытаскиваем из пластиковой оболочки вот из каждой у нас получается две вот такие проволочки я не знаю из какого они материала единственное уже проверено что они с трудом поддаются ржавлению единственное что темнеют видимо все-таки какой-то процент нержавеющего сплава здесь есть вот здесь у меня приманка которая уже была в воде вот видно что она была пробита крючком с лета она лежит уже с таким штопором единственный я крючок из нее вынул потому что это съедобный силикон и соль конечно которая в нем присутствует она разъедает крючок поэтому его я вытащил в чем и удобство еще таких штопоров не надо их вынимать из приманки и не разрушается соответственно головная часть этой приманки вот здесь видно что никаких следов ржавления здесь почти за год в принципе нет для того чтобы из проволочки из этой сделать штопор у меня есть вот такое универсальное приспособление это просто стержень от шариковой ручки у которого удален пишущий узел и соответственно промыто от остатков чернил инструмент универсальный им я делаю как запас вот таких вот штопорков так соответственно пробиваю им же отверстие в теле приманки если допустим необходимо оснастить ее тройным крючком здесь два диаметра поэтому в принципе то может пригодиться в разных ситуациях так ну и непосредственно изготовление штопора здесь нам совсем уж сильно так выпрямлять не нужно проволоку берем круглогубцы делаем петельку вот так у нас получается берем наш стержень надеваем на короткий конец плоскогубцами придерживаем и делаем несколько оборотов стараясь чтобы расстояние между витками было примерно одинаково здесь большой точности не надо штопор закрутиться в приманку легко все вот до упора закрутили как я уже говорил проволока довольно таки мягкая легко гнется руками но в скрученном виде ее упругости вполне хватает чтобы вкрутить силиконовую приманку так снимаем и вот этот кончик лишний он нам будет мешать мы просто откусываем все получается вот такой штопор готовый к употреблению то есть это дело каждого штопора меньше минуты и за несколько минут можно их наделать сколько угодно так осталось нам взять штопор приманку вот эта центральная проволочка нам помогает воткнуть в середину или куда нам надо и соответственно вкручиваем в тело приманки все штопор у нас в теле приманки держится очень хорошо то есть ее никак не вытащить берем подходящий овсетник для этой приманки да такой овсетник продеваем в петлю разворачиваем так же как при стандартном оснащении овсетника и соответственно смотрим где у нас будет будет выходить овсетник и пробиваем все приманка у нас оснащена все приманка у нас оснащена приманкой под шар джиг головки в том что здесь вот крючок у нас уходит плотно туда почти во внутрь приманки и она никуда не денется не надо никаких дополнительных приспособлений то есть здесь все держится великолепно в других случаях когда есть определенный риск что приманка может соскочить со ступеньки вот примерно вот в таком виде да я перед тем как пробить тело приманки сюда надеваю еще небольшие кусочки обычной резины вот старая резинка от донки нарезанная вот здесь у меня и на цевье овсетника этот кусочек резины находится свободно двигается и я им просто вот так вот закрепляю колечко штопора на ступеньке овсетника все теперь приманка никуда не денется никоим образом не соскочит так единственный здесь нюанс многие материалы при контакте с силиконом начинают плавиться это же происходит вот с этими резинками поэтому при хранении после рыбалки я ее сдвигаю на цевье чтобы она не соприкасалась с силиконом и она отлично хранится если так не сделать то может получиться вот такая картина видите здесь что произошло то есть забыл своевременно эту такую же резиночку спустить на цевье она осталась на ступеньке контактировалась с силиконом и она практически вся расплавилась вот этого допускать нежелательно потому что придется снимать приманку со всетника соответственно ее лишний раз травмировать надевать новую какую-то резинку потому что здесь соскочить вполне приманка может вот этот момент необходимо учитывать поэтому в принципе у меня все приманки с резинками они хранятся вот в таком виде ну вот в общем то все друзья буду рад если кому-то пригодятся мои советы если видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии буду благодарен любой вашей активности увидимся на водоемах и конечно на моем канале